РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Вами декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета, преподаватель Московской Духовной Академии и священник Стефан Дамусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Тимофею с первого по седьмой стих. Давайте его послушаем. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере. Благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Ни разумеющие ни я же глаголют, ни они же утверждают. Сегодняшнее чтение представляет собой начало первого послания апостола Павла к Тимофею. Как известно, апостол основал в Эфесе христианскую общину. Она нуждалась в постоянном руководстве, которого он, из-за особенностей своей миссии, никак не мог ей обеспечить. Отправляясь в Македонию, он послал в Эфес своего молодого помощника Тимофея, к которому и обращает это письмо. Это послание, как и ряд других, называется пастырским, потому что в нем апостол обращает особое внимание на сложности пастырского окормления общины. Примечательно, что он пишет частное письмо близкому ученику и в то же время начинает его такой возвышенной и несколько официальной фразой. Впрочем, причиной этого может быть очень серьезное отношение апостола Павла к своему служению. Он воспринимает его как совершаемое по повелению Христа, которого называет их общей надеждой. Чтобы понять, почему для Павла это так важно, стоит представить себе место маленькой эфесской общины в огромном пространстве языческой империи. Несколько десятков человек в море язычников всех мастей поверили проповеднику, который проходил через их город. И теперь их вера отличается от всего, что в мире было проповедано до этого. Они верят в единого Бога, в Его Сына, который воплотился на земле, умер и воскрес, Он их надежда. Потому что если они поверили напрасно, мир становится бессмысленным, ведь в итоге будет разрушен смертью. Так считали многие философы древности. Эту тщетность осознавали простые люди, носители античной культуры. В отличие от них, иудеи, например, верили, что Бог не оставит своих людей, что в итоге мир изменится, и все неправды, все беды и скорби, которые его наполняют, будут исправлены Богом, но и они не могли поверить, что Он мог прийти в образе бедного проповедника, мог быть распят на кресте. И вот, вопреки всем очевидностям, некоторые жители Эфеса поверили, как поверили некоторые другие из Каринфа, Рима, Фессалоник и прочих городов. Они поверили, потому что Он был их единственной надеждой перед лицом бессмысленности мира. И Он, надо сказать, остается единственной надеждой каждого из нас, потому что бессмысленность мира за две тысячи лет никуда не делась. Как можно понять из послания, в общине Эфеса были нестроения. В ней появились проповедники, которые отвращали внимание верующих от истины. История не сохранила для нас сути того, чему учили эти лжеучители. Но Павел передал ее очень просто. Занимались баснями и родословиями бесконечными, от которых не было никакого толка. И все, этого уже достаточно. Дело не в том, что некто учит чему-то неправильному. Достаточно того, что от его учения нет пользы. Обращаясь к Тимофею, апостол подчеркивает самое главное. Цель его поездки – любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Эти слова апостола Павла было важно понять не только Тимофею. Их должен понять каждый из нас. Всякое дело, которое мы совершаем в своей жизни, если только оно неприступно, мы можем увидеть как дело, которое поручил нам Бог. И мы должны делать его ради любви, с чистой совестью и нелицемерной верой. Апостольские чтения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok